Продолжение следует... Менингококковая инфекция, возбудителем которой является несерия менингититис, занимает приоритетное положение среди менингитов другой этиологии и имеет ряд особенностей. Вспышки, эпидемии, пандемии менингококковой инфекции возникают внезапно. Эпидемиология менингококковой инфекции непредсказуема. Мы знаем, что возбудители в виде бессимптомного назофрингеального носительства повсеместно распространены. Уровень носительства в населении составляет 2-10% в среднем, однако случаи ГФМИ единичны. Причины возникновения заболевания не до конца изучены. Кроме того, есть еще очень важная особенность. Заболевание буквально обрушивается на человека неожиданно. Первые симптомы заболевания часто не специфичны. Это острые респираторные заболевания, острые респираторные вирусные заболевания и другие банальные, хорошо известные инфекции под такой симптоматикой возможно проявляются. И поэтому точный диагноз поставить сложно или невозможно. Упускается время постановки точного диагноза и начала адекватного лечения. Возрастает вероятность летального исхода и возникновения осложнений и последствий. И еще одна особенность Менгококковой инфекции – это ее гипертоксическая форма, которая может закончиться трагически летальным исходом уже в первые несколько часов после начала заболевания. Далее – исход. Он может быть непредсказуемым. Может быть полное выздоровление, может быть осложнение различной степени тяжести на разных стадиях болезни. Могут быть последствия разной степени тяжести после уже болезни. И может наступить летальный исход. Единственный путь предотвращения трагических событий, связанных с Менгококковой инфекцией – это упреждающие вакцинопрофилактикам. Вакцинопрофилактика Менгококковой инфекции в Российской Федерации входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с 2001 года. Приказы менялись, менялись формулировки в части Менгококковой инфекции. В настоящее время меняется календарь, национальный календарь прививок, он проходит общественное обсуждение и формулировки также предусмотрено поменять. В рамках новой редакции санитарных правил профилактика Менгококковой инфекции предусмотрена экстренная вакцинация всех контактов с больным в ОЧГ генерализованной форме Менгококковой инфекции и при подозрении на это заболевание. Также в санитарных правилах даны рекомендации по вакцинации в межэпидемический период. В плановом порядке вакцинации в этот период подлежат контингенты из групп высокого риска инфицированного заболевания. В данном демонстрации перечислены как раз те контингенты риска, которые наиболее уязвимы в отношении Менгококковой инфекции и поэтому требуют внимательного и пристального наблюдения для того, чтобы прививать и защищать эти контингенты от Менгококковой инфекции. Далее. При угрозе эпидемического подъема заболеваемости в плановом порядке вакцинации дополнительно подлежат дети до 8 лет включительно, студенты первых курсов средних и высших учебных заведений, прежде всего в коллективах, укомплектованных учащимися из разных регионов страны и зарубежных стран. При продолжающемся росте заболеваемости Менгококковой инфекции число прививаемых лиц по эпидемическим показаниям должно быть расширено за счет учащихся с 3 по 11 классы и взрослого населения при обращении в медицинские организации. В санитарных правилах также указаны некоторые положения, которые предусматривают изложение признаков осложнений эпидемической ситуации для того, чтобы вовремя и правильно реагировать на возникшее эпидемическое неблагополучие. Так, признаками осложнений эпидемической ситуации являются увеличение заболеваемости генерализованной формы в два раза, нарастание доли детей старшего возраста подростков и лиц в возрасте 18-25 лет в общей взрослой структуре заболевших. Это рост случаев заболеваний в организованных коллективах, появление очагов с двумя и более случаями заболеваний ГФМИ, формирование монопрофильного посерогрупповой характеристики пейзажа штаммов Менгококкова. Вот за всеми этими параметрами необходимо наблюдать. И я бы здесь как раз с позиции высказанных признаков хотела бы показать некоторые параметры течения эпидемической процесса Менгококкова инфекции в Российской Федерации для того, чтобы оценить, насколько эта ситуация опасна или наоборот не опасна. Итак, заболеваемость Менгококковой инфекции в Российской Федерации длительный период времени имела тенденцию к снижению. Но обратите внимание, в последние несколько лет мы видим медленно, но все-таки нарастание показателей заболеваемости с приростом 10% в год. Здесь показан также показатель заболеваемости за 2020 год, как раз в период разразившейся пандемии COVID-19. Заболеваемость Менгококковой инфекции упала в 2,3 раза. Показатель составил 0,26 на 100 тысяч населения. И, конечно, это прежде всего повлияли те карантинные меры, которые были введены по всей стране. Так отреагировали территории Российской Федерации по заболеваемости Менгококковой инфекции на эту эпидемию. 25 территорий, на 25 территориях заболеваемость не была зарегистрирована. 36 территорий показали очень низкие показатели заболеваемости, ниже среднероссийских. И только 24, на 24 территориях были зарегистрированы тоже небольшие, но показатели выше среднероссийского от 0,26 до 1. Таким образом, заболеваемость Менгококковой инфекции в последний год из-за карантинных мер значительно снизилась. По снижению показателей заболеваемости в ковидный период, говорят и другие исследователи, указывают на это. Вот издана статья французских исследователей, где как раз показано резкое снижение показателей заболеваемости инвазивной Менгококковой инфекции в период пандемии COVID-19. Далее, о заболеваемости ГФМИ в возрастном аспекте. Здесь, конечно, взяты доковидные показатели, наверное, на них надо ориентироваться и смотреть, что будет дальше после пандемии. Так вот, в доковидный период в возрастной структуре заболевших Менгококковой инфекции мы наблюдали резкое снижение среди заболевших детей до 5 лет. Вот такое снижение произошло. Но такое же изменение в возрастной характеристике заболевших произошло среди подростков и молодых взрослых. То есть уже на протяжении почти трехлетнего периода мы наблюдаем повышение показателей заболеваемости именно в этих возрастных группах, что может являться неблагоприятным признаком в отношении Менгококковой инфекции. И, как мы знаем, вот это повышение как раз произошло в период повышения показателей заболеваемости. Дальше у серогрупповой характеристики Менгококков, циркулирующих и вызывающих заболевания. Здесь идет такая своеобразная конкурентная борьба. На первую позицию вышел Менгокок серогруппы А, как мы видим. В общем, это необычная ситуация и опасная ситуация. И эта конкурентная борьба, как мы видим, не закончилась. Надо дальше наблюдать за дальнейшим развитием событий. Но я могу сказать о том, что А, Менгококковая инфекция в Российской Федерации была основным возбудителем эпиднеблагополучия тех вспышек эпидемии, которые возникали. Поэтому это также можно отнести в категории неблагоприятных факторов. Еще один важный момент, произошедший в последнее время, это крупная вспышка Менгококковой инфекции в городе Новосибирске, когда в течение двух с половиной месяцев заболело 62 человека, вспышка была обусловлена Менгококком серогруппы А, болели в основном лица таджикской национальности, компактно проживающие в Новосибирске, но были затронуты и местные жители. И главный штамм, какой штамм вызвал эту вспышку, завозной ли он или местный. Так вот, я могу сказать, что штамм этот нам хорошо известен. Он ранее определялся на территории Российской Федерации, в основном в Москве. Он никогда не вызывал серьезных осложнений эпидемии, ситуации и был причиной только спорадических заболеваний. Вспышка была оккупирована очень быстро в соответствии с теми мероприятиями, которые были проведены. Была проведена вакцинация населения, провакцинировано более 40 тысяч лиц. Несколько слов о летальности. Летальность от Менгококковой инфекции нас в некоторое время очень беспокоила, потому что был неуклонный рост показателя летальности. И показатель летальности в 2018 году составил 21%. Затем произошло резкое снижение показателей заболеваемости. И когда мы как раз сопоставили эту серогрупповую характеристику, то оказалось, что в этот период времени резко снизился W-Менгококковая инфекция, который как раз характеризовался высокими показателями летальности. А тот штамм, который сейчас является превалирующим, штамм Менгококкова-Серогруппа-А, как раз отличается низкими показателями летальности. Во всяком случае, мы объясняем резкое снижение показателей летальности сменой серогруппы возбудителя. И, конечно, это за серогруппой возбудителя необходимо активно и пристально наблюдать. Летальность при Менгококковой инфекции по возрастным группам. И здесь надо сказать, что основное бремя по летальности от Менгококковой инфекции ложится на лиц старше 65 лет, и вообще здесь даже после 45 лет представлены высокие показатели летальности. А у детей это маленькие дети до 5 лет. То есть основными контингентами риска по летальности являются дети и лица старшего возраста. Причины высокой летальности. Уважаемые коллеги, ну это прежде всего мы считаем проблемой при оказании помощи пациентам над госпитальным уровнем. В чем причина? А наблюдаются специально организованные научные исследования, наблюдаются ошибки диагностики при типичном течении. В 32% диагнозы ставятся на первом этапе неправильно. И отсюда поздняя госпитализация. Госпитализация в непрофильный стационар, отсутствие современной антибактериальной патогенетической терапии. И здесь вот, наверное, действительно правильно, очень правильное решение. Департамент здравоохранения города Москвы. Это издание методических указаний, диагностика и лечение бактериальных менингитов в условиях скорой и неотложной медицинской помощи. Очень важные данные здесь в документе рекомендации. Конечно, этот документ было бы полезно распространить и на всю Российскую Федерацию или, в общем, этот документ издать в том числе и на Российскую Федерацию. Причины высокой летальности – это вот в том числе гипертоксическое течение, заболевания. При анализе 68 донесения летальных случаев оказалось, что 48 случаев, это 71%, закончились летально в первые 24 часа. И за этот период времени, конечно, провести диагностические, терапевтические, реанимационные мероприятия не хватает времени. И это обосновывает высокую неснижаемую летальность, в том числе и в очень хорошо оснащенных клиниках в развитых странах, где указывается на такой же высокий уровень летальности, который не снижается ниже 10%. И, конечно, в этом случае снизить число летальных случаев возможно только с помощью вакцины-профилактики. Итак, резюме по эпидчасти. Выявлен рост заболеваемости ГФМИ, выявлен рост заболеваемости среди подростков и молодых взрослых. Преобладает серогруппа А в последний год наблюдения за мингококковой инфекцией. Выросла серогруппа, преобладание серогруппы А почти в 5 раз. Впервые за 23-летний период произошла крупная вспышка мингококковой инфекции. Я просто напомню, 23 года назад очень крупная вспышка до 100 случаев была зарегистрирована в Москве, и после этого мы таких крупных вспышек не наблюдали. И таким образом эпидемическая ситуация по мингококковой инфекции в Российской Федерации осложнилась. Есть признаки осложнения под ситуацией, и поэтому нужен необходим пристальный надзор и расширение масштаба вакцинации. Действительно, возрастает актуальность вакцины профилактики, много мингококковой инфекции. И я, может быть, особенно хочу здесь отметить, что нужны многокомпонентные вакцины. Из-за пока неопределившейся приоритетов в серогрупповой характеристике мингококков, они постоянно, серогруппа, меняются. Какие вакцины существуют? Вакцины против мингококковой инфекции в Российской Федерации. Используется амингококковая полисахаридная вакцина компании «Микроген». Используются ACWY-вакцины полисахаридные конъюнгированные вакцинами на актер компании «Санофи» и «Пастер». И вопрос здесь поставлен. У нас в нашем списке вакцин нет мингококка серогруппы «Б», что имеет определенную необходимость. И я здесь обосную. Здесь представлена разрастная структура мингококковой инфекции, обусловленная мингококком серогруппы «Б» по годам, здесь динамики по годам. И мы видим, что от 60 до 80% случаев «Б» мингококковой инфекции возникают среди детей до 15 лет. То есть здесь, конечно, об вакцине необходимо думать. И я здесь предлагаю два пути. Это регистрация зарубежных вакцин, которые сейчас уже есть на мировом рынке, и также создание платформы для конструирования отечественной вакцины. Перед вами динамика объемов иммунизации мингококковой инфекции. В 2020 году привито 370 лиц. Это в 10 раз больше, чем 6 лет назад. Масштабы расширяются в вакцинации, но это все равно недопустимо мало для того, чтобы повлиять на этот процесс. Поэтому главная задача увеличить масштабы вакцинации. И здесь есть определенная перспектива. В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разработана национальная стратегия развития иммунопрофилактики до 2035 года и одна из задач стратегии совершенствования национального календаря профилактических премиев. Кроме того, издан распоряжение правительства Российской Федерации, решением которого утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. И еще одно, можно сказать, событие. То, что сформирован новый национальный календарь прививок. На правительственном сайте проходит его обсуждение. И, конечно, несомненным должно быть внесение поправок в этот календарь и улучшение ситуации в том числе с гнойными бактериальными ненгитами, так и с мингофоковой инфекцией по охвату населения вакцинации. Перед вами распоряжение, где как раз показано это событие, утверждение стратегии. И те пункты, которые включены в план по мингофоковой инфекции. Это проработка вопроса производства готовых лекарственных форм четырехвалентной вакцины против четырех серогрупп мингофока ACWY для профилактики мингофоковой инфекции. Далее подготовка об основных предложений, в том числе предложений по определению подлежащей вакцинации контингента и схем вакцинации для профилактики мингофоковой инфекции. Внесение изменений в федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней в части вакцинации против мингофоковой инфекции, четырехвалентной также вакцины и многокомпонентной. И внесение изменений планируется в национальный календарь в части вакцинации против мингофоковой инфекции, также с применением этой четырехвалентной вакцины. Здесь титульный лист показан нового календаря профилактических прививок. И как раз в части календаря прививок по эпидемическим показаниям представлено расширение показаний к вакцинации против мингофоковой инфекции. Они полностью совпадают с теми положениями, которые включены в санитарные правила, изданные два года назад, что позволяет говорить о гармонизации этих двух документов. Политика вакцинации против мингофоковой инфекции значительно варьирует в различных странах мира. Я бы хотела и этот вопрос затронуть. В мире есть много вакцин, активно иммунизируют, но только некоторые территории. Но есть территории, где вакцинации не проводятся или проводятся в незначительных масштабах и объемах. И в этой связи было показано, что число летальных случаев на глобальном уровне снижается очень медленно, несмотря на возможность управления эпидемическим процессом, процессами наличия вакцин. И поэтому были изучены уровни тенденции глобального бремени менингита для дальнейшего внедрения и расширения использования вакцин, а также для обоснования необходимости разработки новых вакцин и программ лечения. В этой работе сообщается о заболеваемости, смертности, инвалидности при менингитах для каждой из 195 стран. 23 возрастных групп сделана разработка для обоих полов в период с 1990 по 2016 год за 26-летний период. Действительно, экспертами показано очень медленное снижение летальных случаев, несвойственных вакциноуправляемым инфекциям. И был показан главный вывод, что бремени менингита остается высоким, несмотря на возможность эффективно предотвращать заболевания вакцинами. И на основании вот тех данных, которых я представила, ВОЗ инициировала два эпохальных события в борьбе с менингитами. Это провозглашение воззвания ВОЗ победить менингиты к 2030 году и издание первой глобальной дорожной карты по менингиту. Вот поставлены амбициозные цели – ликвидировать эпидемию бактериального менингита, уменьшить количество случаев заболеваний и смертей, снизить инвалидность и улучшить качество жизни. Также представлены в дорожной карте направления для достижения этих целей. На 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения положений дорожной карты были приняты в таком виде, сформулированы более расширенными пути достижения цели победить менингиты к 2030 году. И здесь я пыталась представить решенный и нерешенный вопрос по менингококковой инфекции в Российской Федерации в соответствии с направлением деятельности дорожной карты «Победить менингиты к 2030 году». Что у нас сделано? У нас разработаны и функционируют системы эпидемиологического надзора. Это в том числе и персонифицированный эпидемиологический мониторинг за менингококковой инфекцией, гнойным бактериальным менингитом, который проводится с применением методов генетического маркирования для поиска гипервирулетных клонов и поиска эпидемиологических связей, в том числе на глобальном уровне. Создана возможность управления эпидемическим процессом за менингококковой инфекцией и гнойными бактериальными менингитами с применением вакцинопрофилактики. Действительно, у нас есть и зарегистрированы эти вакцины, но используются недостаточно. Активно модернизируются и внедряются методы лабораторной диагностики менингококковой инфекции, гнойных бактериальных менингитов. В основном это методы по цердиагностике в комплексе с методами бактериологическими и сирологическими. Что предстоит сделать? Что еще является перспективой? Недостаточно используются возможности вакцинопрофилактики в части охвата населения вакцинации. Не зарегистрировано в Российской Федерации и не может использоваться актуальная для педиатрических менингитов б-менингококковой вакцина. Не разработаны научно обоснованные подходы к определению полномасштабного бремени менингококковой инфекции гнойных бактериальных менингитов с включением данных о долгосрочных последствиях. Это то, о чем тоже говорилось в дорожной карте. Здесь в этом вопросе также необходимо уделять внимание. Не в полной мере налажено информирование населения об опасности менингококковой инфекции, гнойных бактериальных менингитов и необходимости вакцинации. Ну вот такие предложения. Частично мы видели в перспективе на правительственном уровне очень много есть планов для решения вопросов по расширению вакцинации против менингококковой инфекции, гнойных бактериальных менингитов. Так вот, необходимо расширить охват населения вакцинации, включить в национальный календарь профилактических прививок, плановую вакцинацию детей и проблемные возрастные группы взрослых, военнослужащие, подростки, молодые, взрослые, лица старше 65 лет. Запланировать и организовать провести инициативное специально организованное исследование с привлечением профильных специалистов по выявлению масштабов распространения долгосрочных последствий у переболевших менингококковой инфекции для обоснования важности применения мер профилактики, я бы даже сказала, для наибольшего обоснования, так как сейчас учитывает стойко показатели смертности и заболеваемости. Зарегистрировать в Российской Федерации зарубежную бенингококковую вакцину и рассмотреть вопрос по конструированию отечественной бенингококковой вакцины. Разработать научно обоснованные подходы к определению полномасштабного премии менингококковой инфекции с включением данных о долговременных последствиях. И найти возможности, они могут быть с помощью СМИ, различных роликов, для активного информирования населения об опасности менингококковой инфекции и необходимости вакцинации. Благодарю всех участников нашего заседания за внимание. Продолжение следует...